Приветствую всех! Это продолжение видео о пневматическом пистолете Glacier CLT-1911. В этом видео я буду рассказывать о проблемах данного пистолета, и плюсы и минусы его. И самая первая проблема, с которой я столкнулся в ходе использования этого пистолета, вот этой вот части. Для начала давайте я его разрежу. Для начала давайте я вытащу из него магазин. Так как он у меня полный, я его только что зарядил. Новый баллон. И конечно же снимем из предохранителя, и проверим нет ли шарика в стволе. Шарика нету. Теперь я могу рассказать о той проблеме, о которой хотел. Как-то раз я, в общем, не снимая с флажкового предохранителя, взвёл курок. Конечно же, предохранитель у меня опустился, и курок у меня взвёлся. Всё отлично, всё вроде как нормально. Но, конечно, с самого первого момента мне это жутко не понравилось. И навело на мысль то, что может произойти какая-то неприятная новость. И, в общем, это случилось. После этого, как я взвёл курок, не снимая флажковый предохранитель, после того, как пистолет зарядился, и он в боевой готовности, я мог нажимать на спуск, и после этого, ну, просто так вот понажимал, да. Бывают такие моменты, что забываешь, например, снять с флажкового предохранителя, нажимаешь на курок, выстрела не происходит. И тут в какой-то момент я снимаю с флажкового предохранителя, и курок сам по себе ударяется. Я думал, крутил его, вертел, конечно же, долго. Но всё оказалось, в принципе, просто. Ну, в своём, конечно, пределе. И пришёлось, в общем, разобрать пистолет, посмотреть всё. Дело оказалось так. Вот здесь вот находится пружинка. С двух концов этой пружинки упоры, которые один упирается в затворную задержку, а другой упирается в флажковый предохранитель. Поэтому мы слышим такой характерный звук. И дело в том, что, как я понял, что здесь ослабла пружина. Но она ослабла не только здесь, и в самом внутри что-то не так пошло. Но я исправил это тем, что поменял пружину на более сильную. Конечно, после этого стало заметно сильнее вот эти щелчки, как бы ход. Но это ничего страшного. В принципе, работает всё отлично. Вот. Значит, чтобы достать вот эту пружинку, нам надо снять затвор и вытянуть флажковый предохранитель. После того, как мы вытаскиваем флажковый предохранитель, здесь вылетает пружинка. Будьте аккуратны. Можете посмотреть моё видео, там, где я уже разбирал этот пистолет. Полная разборка, всё есть. Смотрите подпись видео. Аккуратно вытаскиваем её, чтобы она никуда не улетела. Также вытаскиваться только с этой стороны. Все выпадают здесь. И эту пружинку можно поменять очень легко. Взять обычную газовую зажигалку, с неё снять колёсико. Тоже надо быть аккуратным, потому что под колёсиком находится кремень, а под кремнем пружинка. И она может выскочить и выстрелить тоже. В общем, мы берём эту пружинку. Она слишком длинная для этого места. В принципе, можно посмотреть, как она по той пружинке будет. Но они немножко различаются по конструкции. Оригинальная пружинка, которая здесь стояла, и пружинка зажигалки. Так что вам понемножку придётся отрезать пружинку, вставлять и пробовать, чтобы у вас всё работало нормально. Но это надо потихоньку, чтобы не переборщить, потому что здесь такое как бы... Получается, что 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот и здесь. И после того, как я поменял вот эту пружинку, у меня эта проблема полностью исчезла. То есть, мы видим, у меня ничего не прыгает, ничего не скочит и тому подобное. После этого, конечно, я больше не стал делать таким способом. Да, возможно, что можно взвести при таком вот действии, но как бы я больше рисковать не хочу, тем более, что там вредит. И ещё, конечно же, возможно, что это не только происходит после того, как взводишь курок в таком состоянии, но это также происходит по истечению времени. Следующий способ, который можно избежать, не разбирая этот пистолет, но придётся тогда постоянно за этим наблюдать. Но этот способ, конечно, гораздо легче. Не надо никуда лазить и не надо разбирать. У вас также остаётся, когда вы взводите курок и ставите на предохранитель, вы нажимаете на кнопку, о боже, боже мой, он сейчас у вас выстрелит и тому подобное. А ничего страшного, в принципе, можно сделать вот такое вот, надавить на курок саново до конца, до упора и снять предохранитель, и у вас ничего не соскочит. Никуда и не выстрелит раньше времени. Так что вот такой вот ещё способ есть, существует. Это первое, что я хотел рассказать о данном пистолете. Вы понимаете, что, в принципе, мне этот пистолет очень нравится, и я очень ему доволен. И у меня вот эти дефекты, которые с ним происходят, меня, конечно, опечаливают, но не волнуют настолько, потому что я знаю, что он у меня уже два года, и в течение вот этих двух лет я его обильно использовал. Я сделал примерно, чтобы вам не соврать, ну, около 15-20 тысяч выстрелов. В принципе, я считаю, что это довольно много. Следующая проблема, которая у меня возникла также в ходе его использования, это полностью заряженный магазин. Когда его вставляешь, таким вот... я вставлю очень легко, я не буду давить ничего, потому что это происходит и при сильном ударе по магазину, чтобы он зашёл и закрылся, он закроется, но это ничего не исправит. вы видите, что мы услышали щелчок. Вы подумали, может быть, это кажется, но... на первое время кажется, что эта защёлка магазина сработала, но нет. Как мы видим, что магазин, он выступает, и он не зашёл до конца, до самого, вот видим, да? А всё почему? А потому что там только выскочил... там только выскочил шарик. Он ударился по подавателю шариков, которые находятся в затворе, и шарик выскочил. Магазин при этом можно закрыть, но шарик будет мешаться, он выскочит, и дело в том, что он немножко покатится в ствол, и дело в том, что когда вы передёрнете затвор, то другой шарик, который стоит вот здесь, он тоже закатится, и получится, что у вас два шарика в стволе, а это не очень хорошо. И сейчас я вам расскажу, в чём причина. А причина в том, что здесь присутствует блоубэк. А блоубэк – это имитация огнестрельного оружия, да? То есть, затвор входит при каждом выстреле, как у настоящего пистолета. Мы это видим, и мы это знаем. И как бы при этом всё, то, что удерживает вот этот вот затвор, вот эта вот затворная задержка, она бьёт там по колечку, и каждый раз, конечно же, наминается это всё, и как бы стирается. То есть, деформируется, и становится уже не таким круглым. И мы видим, что в конце затвор, я не знаю, это видно или нет, здесь есть небольшой выступ. Вот этот выступ означает то, что затвор, он сдвинулся вперёд. То есть, на самом деле, должно быть вот так вот, должно быть вровень, гладенько, как мы видим, да? Вот я немножко сдвинул. Но у нас вот так вот, здесь есть небольшой выступ. И вот как раз этот небольшой выступ и влияет на то, что шарики вот так вот выскальзывают, обойма нормально не заходит. Как это исправить? Это исправляется тем, что, в принципе, можно ничего не исправлять. Можно отодвинуть, например, немножко, вот здесь взяться пальцем, немножко отодвинуть затвор, и всё войдёт, и всё будет нормально. Всё будет отлично, уже у нас ничего не торчит. У нас в магазине всё отлично. Так можно делать каждый раз. Также, когда после выстреленного магазина мы засовываем его в таком положении, снимаем его на задержке, тоже никаких проблем нет. Но это нас не избавит полностью от этой ситуации. и как бы с одной стороны это неприятно. Ну, как кому больше нравится. Вот. И значит, для того, чтобы исправить эту ситуацию, нам надо разобрать пистолет, не полностью, точнее, снять его затвор. вот мы видим, что здесь есть отверстие. Отверстие, вот это вот колечко. Я не знаю, как вам показать, и будет ли на камеру это видно. по сути дела, оно должно быть круглым. Как раз сюда заходит вот затворная задержка. И всё это держится вот на этом. Весь затвор держится вот только вот на вот этом. Вот. И как бы здесь вот деформируется, и вот это круглое колечко, оно уже не становится таким круглым, оно становится более овальным. Более овальным. И что нам надо сделать? Нам надо с одной стороны, точнее, вот с этой стороны, вот с этой стороны воспользоваться каким-то либо материалом, который бы уплотнил вот этот вот, вот эту затворную задержку. И устранил люфт, который появился. Я использую обычную изоленту. Нам нужно небольшой кусочек, сложенный в несколько раз. Сейчас я отрезал вот такие вот маленькие кусочки, наклеивая друг на друга, с одной стороны клеятся. И попробую их вставить. Я надеюсь, что этого будет достаточно. мы вставляем и загибаем её вот сюда, чтобы не заходило на вот этот выступ. конечно, в идеале бы это всё как-то зафиксировать. вот то мы как-то Продолжение следует... Ну вот, в принципе, я и вставил. Конечно, вытаскивается это не так уж легко. Вот, здесь немножко вылезло. Это ничего страшного, изолента. Это можно подрезать. Аккуратненько. В принципе, аккуратненько подрезал. И что я вам хочу показать? То есть, вы должны, конечно, поэкспериментировать над этим. И, в принципе, постараться. Это сложновато. Сложновато, но, возможно, засунуть что-то. Можно засунуть фольгу. Как что придумаете, можно, в принципе, то и засунуть. Для меня, в принципе, это изолента. Это более, как бы, такое удобное. Можете хоть что. Вот, и можно видеть здесь, что вот пистолет, я пальцам, я держу вот одной рукой. И мы можем видеть, что вот этот выступ, он исчез. Здесь вот сзади всё слилось. Мы видим, что вот этот выступ, он исчез. Вот, и получается, что теперь всё отлично. Давайте это проверим. Как мы видим, всё отлично зашло. Без всякого выступа теперь. Всё просто отлично. Всё просто отлично. И можно ещё раз. Всё заходит отлично. И теперь никакие шарики у нас не выпадывают. Вот, как бы, это вторая проблема, с которой я встретился. И которую я таким вот несложным образом решил. Подручными средствами, так сказать. Следующая проблема этого пистолета, которая возникла у меня, последняя. Третья проблема такая вот. Это когда я стрелял из этого пистолета, у меня выпадал магазин. Он выпадал, конечно, не так. Просто по нему, видимо, ударяло. И, в принципе, он выпадал вот примерно на такое. Он не выпадал вообще полностью. Он отодвигался вот где-то вот так вот и застревал. И следующий выстрел я, конечно же, не мог сделать, так как баллончик с углекислым газом находится в магазине. Вот. И буквально недавно я решил эту проблемку, понял, в чём дело. Также это происходит по стечению времени и долгого использования этого пневматического пистолета. Когда мы вводим магазин в отсек для магазина, он шоркается по вот этой вот кнопочке защёлки магазина. Она вот с двух сторон. И вот здесь вот мы видим потертость. Вот в этом месте мы видим большую потертость. Точнее, прошу прощения, не с этого места, а вот с этого места идёт вот потертость. Потёртость, оп, и тут уже место для вот этого, стык такой, для защёлки магазина. То есть, сюда заходит штучка и фиксирует магазин, и он всё в зафиксированном положении. Дело в том, что вы же понимаете, это туда-сюда ходит у нас, и если логически подумать, то этот механизм также стирается и, в общем, израсходуется. Так же, как и ослабевает пружинка, которая находится здесь. Мы откручиваем, нажимаем и поворачиваем налево и извлекаем вот эту защёлку магазина. Что мы здесь можем увидеть? Вот как раз вот здесь мы и видим вот то место, где защёлкивается как бы вот это место, которое входит в отсек защёлкивания. И тут, конечно, можно видеть, что она уже понемножку начинает вырабатываться. Шоркалась вот так вот всё это видно, и всё равно как-то она уже держит плоховато. Вот это место, да? Также может ослабевать и пружинка. Значит, как я исправил этот дефект? Как я исправил этот дефект? Я, конечно, в идеале бы поменять вот эту защёлку магазина, но я не знаю, где как бы продаются эти детали. Если у вас есть, так же, как и вот в этом месте, можно просто поменять, например, держатель, который держит ствол, он там откручивается, можно его поменять, и всё будет хорошо. Можно сделать, как я. По крайней мере, до того момента, пока всё ещё более-менее. Вот. И можно также поменять. В принципе, эта штучка маленькая, я не думаю, что она будет стоить дорого. Можно, скорее всего, найти где-то по отдельности. Мы откручиваем аккуратненько эту штучку и достаём вот такую и здесь. И, значит, там внутри находится маленькая-маленькая пружиночка. Сейчас вы её не увидите, потому что я уже исправил эту беду, и там я расскажу только на словах. Там есть пружиночка. В принципе, её можно не доставать, не трогать. Просто отрываем маленькие кусочки бумажки, обычной бумажки любой. Там, например, А4 или газетку. Сворачиваем маленькие-маленькие шарики и запихиваем вот в эту дырочку туда, над пружинкой. До того момента, пока вот эта защёлка, которую мы нажимаем и закручиваем, не будет вообще до упора, что её уже сложнее закрутить, вставить. Вот до такого момента. Всё. Пружина теперь у нас усиленная. и мы замечаем, что после того, как мы вставляем это всё обратно, закручиваем, уже крутим в правую сторону, нажимаем и крутим в правую сторону. Кнопка у нас, конечно же, становится более жёсткой, но, в принципе, это нормально, ничего такого. И магазин у нас, мы прямо чувствуем, что он входит, вставляется и фиксируется теперь очень хорошо. И теперь при каждом выстреле, который мы будем делать, у нас никуда не денется и никуда не выскочит. Вот так она уже не будет делать. Как бы вот это основные три проблемки, с которыми я столкнулся и которые, в принципе, я исправил. Так что, на самом деле, ничего в этом страшного нет. Поначалу, конечно, в пистолете всё идеально, но вы понимаете, что со временем всё приходит в негодность. И этот пистолет, он также поработает какое-то время максимум. Может, кто-то какие-то детали сам вытащит или где-то найдёт, у кого-то, может, у пистолета что-то другое сломалось, он не нужен, ты купишь у него запчасть или сходишь в специальный магазин пневматического оружия, где можно по отдельности купить, например, эти детальки или также их там заменить. Это были вот такие самые основные минусы этого пистолета, такие вот проблемки. Что ещё тут можно рассказать о минусах и плюсах? Больше таких вот минусов я не замечаю, потому что всё остальное, когда вы, например, всё-таки соберётесь и купите или уже купили, или вам подарили, ещё как-то и у вас добудете, и будет этот пистолет у вас, вам будет абсолютно всё равно на всякие минусы и прочее-прочее. Так как это очень интересная моделька, из неё очень интересно стрелять, если нет возможности, например, пострелять из травматического пистолета или из боевого, или ещё как-то, или просто ради развлечения, тренировочной какой-то стрельбы, то это самый оптимальный вариант. Плюсы его – это в том, что он сходен к идеальному, он просто идеально на нём тренироваться, всё вот это разбирается, неполная разборка, как у настоящего. Вес, кстати, хочу сказать о весе, я его взвесил. В документах написано вес его 900 грамм. Но на самом деле он весит, вместе с магазином, но без баллончика и без шариков, он весит 1100. То есть, он весит 1100 грамм. То есть, это килограмм и 100 грамм. Он реально весит, как настоящий. Кольт 1911 разряженный, он весит 1100, а полный, с полным магазином, он весит 1285, где-то вот так вот. То есть, получается так, что, в принципе, он может сейчас вместе с баллончиком и с шариками весит где-то 1200. Так как это тоже придаёт вес. А, в принципе, сам один, вместе с магазином, вот как бы он весит 1100. Это просто отлично. Также меня удивляет то, что у этого пистолета существует вот blowback, да, и он реально действует, у него реально присутствует отдача, и это очень близко к имитации стрельбы из огнестрельного оружия. Это тоже радует. На самом деле, плюсов у него предостаточно. И это сводится всё к тому, что он очень схож с оригинальным пистолетом. То есть, это Colt 1911, а точнее, Colt M1911A1. Что хочу сказать. Также, если вы захотите, то этот Colt можно и модифицировать. То есть, например, мы видим, вот у меня он уже такой покоцанный. Конечно, краска-то стирается, как бы он уже становится не таким чёрным, но это не преимущество. Мне вот, например, нравится такой потёртый, такой уже бывалый такой пистолет. Мне очень нравится, но это, конечно, ещё не очень, но всё же. В принципе, можно это всё надписи и всё остальное какой-то мелкой шкуркой всё сошкурить, если вам очень хочется как бы это сделать. Например, можно отшкурить ствол, и он будет как бы таким уже серым, блестящим. Можно покрыть какой-то краской или ещё что-то. Также накладки можно, в принципе, они тут вообще простые. Можно сделать самому какие-то деревянные, выпилить. И так же сюда надо бахать. Если вы заметили, что здесь вот идёт фальствол, это широкий, и внутри идёт ствол на 4,5 мм. И мы видим, что он отблёскивает, и это уже становится не так приятно, как бы хотелось, чтобы было вот такое здоровое отверстие, 45-й калибр, и тому подобное. Мы берём чёрный маркер и эту отблёскивающую штучку закрашиваем по кругу. Можно взять не маркер, можно взять, не знаю, какой-нибудь лак, но закрасить это очень аккуратно. Конечно, маркер, он со временем стирается, после того, как вы стичите, занимаетесь чисткой, смазкой оружия. Но, в принципе, вот, пожалуйста, я закрасил эту вот штучку, и мы видим, что это настоящий кольт 1911. Вот, и, в принципе, надписи и прочее, прочее, тут тоже можно всё это стереть. Они, конечно, не нарисованы, здесь как бы такая гравировочка небольшая, но, в принципе, это можно всё стереть, избавиться от надписей. Ну, это если кому как угодно нравится или нет. Также можно на вот этот затвор нанести какие-то надписи, если у вас есть какое-то специальное оборудование для этого, для гравировки, там, написания, там, на разных металлах, такие вот вещи. Ну, что хочу сказать. Самые большие его минусы я вам показал, их три. Проблема с курком, когда он срывается, но это меняется пружина. Вторая проблема с затвором, когда мы сделаем полный баллон, полный магазин, вставляем, и магазин не вставляется хорошо и до конца, и выпадает шарик, что довольно-таки неприятно. Это делается разборкой и немножко вставкой каким-либо предметом небольшим, чтобы уплотнить и убрать некий образовавшийсяся люфт. Кнопка запирания магазина при выстреле, которая ударом ослабевает, и магазин выпадывает, и торчит. Я показал, как можно всего лишь усилить пружинку и избежать в дальнейшем такой неприятной штуки. Плюсов просто большое количество. Когда вы просто даже придете в магазин, чтобы его посмотреть, и подержите его в руках, вы сами все поймете. Также, если, например, у вас есть или нет, и вы купили вот этот пистолет, купите любой пистолет, пневматический какой-нибудь фирмы, не обязательно дорогой, дешевенький какой-нибудь за 2 тысячи, за 3, например, или еще дешевле. И сравните, вы сразу поймете, что все остальные пистолеты просто г-полные, сравнивая его с этим пистолетом. Вы поймете, какой он нежный и пушистый по сравнению с другими кирпичами. на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте, можете писать личные сообщения, можете писать ВКонтакте, ссылки все в подписи на мои страницы в социальных сетях. Также можете писать комментарии под видео, я, конечно же, на них отвечу, какое-то свое мнение. Только пишите, пожалуйста, по существу. От темы отходя, как бы не надо. Он достаточно у меня долго, два года все-таки его разбирал на несколько раз, чистил и тому подобное и полностью в нем разобрался. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите мое видео. Желаю вам удачи, добра, до новых встреч. Редактор субтитров Корректор